Добрый вечер, уважаемые телезрители! Нашу сегодняшнюю передачу мы начинаем из дома-музея Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот почему. Как известно, предки многих выдающихся русских людей были выходцами из Западной Европы. Огромный след в нашей культуре оставили итальянцы, французы, немцы, голландцы. Сегодня мы хотим рассказать вам о народе, чьи заслуги перед Россией поразительны, но тем не менее незаслуженно забыты или по невидению приписаны другим. Наш рассказ о российских шотландцах. Большинство из нас еще в школе слышало о том, что далекие предки Михаила Юрьевича Лермонтова пришли в Россию из Шотландии. В начале 17 века на царскую службу вступил прапорщик Джордж Лермонт. Происходил он из знатного шотландского рода, известного еще с 11 века. Его внуки приняли православие, обрусели и стали называться Лермонтовыми. Юный поэт догадывался о своем происхождении. В стихотворении «Желание» есть такие строки. «На запад, на запад помчался бы я, где цветут моих предков поля, где в замке пустом, на туманных горах их забвенный покоится прах. И арфы шотландской струну бы задел, и по сводам бы звук полетел». Правда, вряд ли Михаил Юрьевич знал тогда, что в далекой Шотландии действительно существует замок его предков, как и замки множества других шотландских семейств, для которых Россия всегда была особенным местом на земле. По преданию, именно Россия была прародиной шотландцев. В манифесте XIV века о независимости Шотландии говорится, что племя скоттов пришло на британские острова из Великой Скифии, то есть из южно-русских степей. В этих же степях проповедовал христианство святой апостол Андрей Первозванный. Впоследствии – общий небесный покровитель России и Шотландии. Крест, на котором был распят святой Андрей, изображен на национальном флаге Шотландии. Скорее всего, именно он послужил образцом для нашего Андреевского военно-морского стяга. Сегодня мало кто знает, что главный наставник Петра Великого в воинской науке Патрик Гордон тоже был шотландцем. Знаменательно, что и первый русский орден был учрежден Петром в честь святого Андрея Первозванного. Однако взаимные контакты русских и шотландцев происходили задолго до Петра. Относятся они к XI веку, временам Ярослава Мудрого и короля Макбета. При Иване Грозном множество шотландцев устремилось в Москве в качестве наемных воинов. Вслед за ними в Россию стали приезжать ремесленники, врачи, моряки, зодчие. Во многом массовая эмиграция из Шотландии объясняется и той постоянной кровопролитной борьбой, которую приходилось вести этому маленькому народу против ближайших соседей-англичан, отстаивая свою независимость и самобытную культуру. По иронии судьбы, в России многих шотландцев ошибочно называли англичанами. Так, например, у нас во всех изданиях написано, что Спасскую башню Кремля надстроил и установил на ней первые часы английский механик Христофор Головей. Между тем, он был шотландцем. Кстати, с этой стройкой связана одна забавная история. В нишах башни Головей по европейскому обычаю установил белокаменные обнаженные фигуры, символизирующие страны света. Тогда это вызвало возмущение многих москвичей и патриархов. Чтобы замять скандал по указу царя, было сделано на четыре болвана, однорядки суконные, и сукна пошло разного цвета, 12 аршин. Позже, после пожара, фигуры убрали совсем. Но главную славу шотландцы стяжали в России как бесстрашные и верные воины. Это портрет генерала Томаса Дальела. Он хранится в замке Бинс на юге Шотландии. Десять лет Дальел усердно служил вместе с сыном царю Алексею Михайловичу, за что и был пожалован генеральским званием. Его потомки и сегодня говорят об этом с гордостью. Над камином стоят ботфорты генерала. Здесь же висит и меч, подаренный царем за оборону Полоцка и Смоленска от татар и поляков. Вернувшись в Шотландию, Дальел перестроил на жалование, полученное от русского царя, этот замок. Кстати, в большинстве замков в Шотландии по-прежнему живут потомки тех, кто их создавал. Чего не скажешь про нас. Хорошо, если вообще что-то сохранилось. Каким-то чудом избежало после революционного разгрома имение Глинки под Москвой. Когда-то оно принадлежало семейству Брюсов, также выходцев из Шотландии. По архитектуре это самая старая дворянская усадьба в России. В 1647 году на службу в русское войско был принят Уильям Брюсов. В Москве у него родилось двое сыновей. Младший, Яков, стал одним из главных сподвижников Петра I. Его Пушкин упоминает в поэме «Полтава». Как военачальник он командовал русской артиллерией и решительно ее реформировал, разделив на полковую, осадную, полевую и крепостную. Он же впервые в мире ввел конную артиллерию. За Полтавское сражение, где русские пушки навсегда похоронили славу шведского войска, Брюс получил орден Андрея Первозванного. Как дипломат он подготовил и заключил долгожданный мир со Швецией. На посту президента Берг и Монфактур коллегий он по существу руководил всей русской промышленностью и горным делом. Яков Брюс был одним из самых образованных людей своего времени. Его библиотека насчитывала две тысячи книг на четырнадцати языках мира. На Сухаревой башне в Москве он основал первую обсерваторию в России и также проводил небесные наблюдения и в Глинках. Его старший брат Роман Брюс был первым оберкомендантом Петербурга и во время Северной войны успешно защищал новую столицу от шведов. Под его надзором возводились стены Петропавловской крепости. Могила Романа Брюса находится здесь же возле Петропавловского собора. Потомок шотландских королей Роман Брюс лежит с него в нескольких шагах от усыпальницы Петра Великого, которому он служил всю жизнь. Здесь, в соборе, покоится прах всех российских императоров, всех, кроме последнего, Николая II, шефа шотландского полка королевских серых драгун. К сожалению, мы располагаем только черно-белые репродукции картины Серова, где Николай II изображен в форме шотландских серых драгун. Этот портрет неизвестен у нас в России. Обычно неизвестно и то, что последний русский царь был шефом одного из лучших полков британской армии. После коронации он вместе с супругой Александра Федоровна посетил Шотландию и вскоре подарил драгунам свой портрет. До сих пор в торжественных случаях полковой оркестр играет «Боже царя храни» и офицеры полка поднимают тост в память своего шефа. Маленькая Шотландия, где жителей меньше, чем в нынешней Москве, бережно хранит свои военные традиции. И, честно говоря, обидно, что в нашей армии нет больше ни преображенцев, ни семеновцев, ни измайловцев с их прекрасными полковыми маршами и формами. И во время наших парадов ничто не напоминает о былой славе старой русской армии. К несчастью, нами давно утеряны не только военные традиции. Есть на Смоленском кладбище в Петербурге место, куда обычно никто не заглядывает. Это так называемая лютеранская половина. Вместе с немцами, французами, итальянцами здесь похоронено и немало шотландцев, для которых Россия стала второй родиной. Большинство могил разрушено, со многих украдены кресты и мраморные детали. Вот это, например, могила семьи Бердов. Вернее, то, что от нее осталось. Для большинства из нас сегодня это имя совершенно ничего не значит. А ведь именно покоящийся здесь Карл Берт построил в 1815 году первый русский пароход. Назывался он Елизаветой. Он же основал и первый в Петербурге механическо-литейный завод, на котором был отлит лафет для знаменитой царь-пушки в Кремле. Ангел и бронзовые барельефы, украшающие Александровскую колонну на Дворцовой площади, тоже были созданы на заводе Бердов. Дело отца продолжил сын Франц. Похоронен он на том же кладбище. При нем на заводе отлили бронзовые рельефы и фигуры, которые мы сегодня видим на Исаакиевском соборе в Петербурге. Кстати, основатель еще одного знаменитого петербургского завода, известного нам по имени более позднего владельца как Путиловский, был тоже шотландец Карл Гаскойн. А это фамильный склеп прославленной династии Грейгов. Тоже запущен и разграблен. Самуил Карлович Грейг командовал русским авангардом во знаменитой Чесменской битве. Став командиром Кронштадтского порта, он занимался укреплением русского флота, взяв на вооружение новый, более совершенный тип орудий – карнаду. Все пятеро сыновей пошли по стопам отца. Старший Алексей был командующим Черноморским флотом, а также военным губернатором Николаева и Севастополя. За успешные действия в войне с турками получил чин адмирала, возглавлял комитет по строительству Пулковской обсерватории. Какие удивительные судьбы и подвиги скрыты под этими обезображенными плитами. Это могила врача Якова Васильевича Вилья, представителя выдающейся и совершенно забытой у нас династии шотландских медиков. Его дядя, тоже Яков Васильевич, был лейб-медиком трех русских императоров Павла Первого, Александра Первого и Николая Первого. В течение 30 лет он являлся бессменным президентом Петербургской медико-хирургической академии. В качестве главного медицинского инспектора русской армии участвовал в нескольких военных походах. Во время Бородинского сражения лично произвел на поле более 200 операций и оказал первую помощь Багратиону. Яков Вилья издал и первое русское пособие по хирургии. Горячо любивший Россию и называвший ее Вторым Отечеством, он перед смертью завещал все свое наследство более миллиона рублей на пользу медицинского образования в России. На эти средства в Петербурге была построена Михайловская больница Баранетта Вилья. После революции ее переименовали, а памятник лейб-медику перенесли от фасада в сад позади здания, где его никто не видит. А вот этот памятник полководцу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли перед Казанским собором слава Богу остался на прежнем месте. До сих пор этот человек остается одной из самых неоцененных фигур русской истории. Во время Отечественной войны, будучи сторонником решительных действий, он вынужден был отступать перед превосходящими силами неприятеля. Тогда в русском обществе всех иностранцев без разбора презрительно называли немцами. Окрестили немцем и Барклая, обвиняя его в трусости и даже измене. Между тем, его прадед был чистокровный шотландец из рода Баркли, который, приехав в Ригу в 17 веке, вскоре присягнул русскому государю. На Бородинском поле Барклай де Толли открыто искал смерти, чтобы навсегда покончить с недостойными обвинениями. Но после изгнания Наполеона из России ему суждено было вновь возглавить армию, стать покорителем Парижа, обладателем всех высших наград России и Европы, а также маршальского жезла и княжеского титула. Во время войны 12-го года многочисленными подвигами прославился еще один обрусевший шотландский рот Лесли. Предводитель дворянства Смоленской губернии Сергей Иванович Лесли испрашивал позволение у государя вооружить 20 тысяч ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял эту жертву. Другой Лесли организовал из своих крестьян один из первых партизанских отрядов. Сегодня потомки Лесли живут в Москве. Все они носят ту же фамилию, что и их предки. Несколько чудом сохранившихся портретов это все, что осталось от семейной усадьбы Станькова на Смоленщине. После революции почти все Лесли были расстреляны или сосланы в канцлагеря, где погибли. И не мудрено, ведь практически все они были военными. За 300 лет только эта семья дала России семь генералов, семь полковников, десятки майоров, ротмистров, поручиков и морских офицеров. Владислав Александрович у профессии физик. Галина Александровна учительница химии. Арина Николаевна Лесли программист. По архивным данным эта семья всю жизнь клала своих сыновей на алтарь Отечества. С первого Лесли пришедшего на Русь и ставшего генералом и до последних Лесли, ведь мой отец тоже был офицером. Это уже мне не удалось. Ощущений того, что я шотландец, пожалуй, у меня не было. Русский. Русский единственное, что было приятно обнаружить некоторые собственные сходства мое и вот тех Лесли, которые есть с теми портретами, которые здесь есть. Ну, приятно было узнать, что не заморали себя ничем перед Родиной. Не стоило бы России отворачиваться от своих корней, от своей памяти. Не стоило бы ей отворачиваться от тех людей, которые составляли честь и славу России. И надо перестать быть Иванами, не помнящими родства. И тогда все будет правильно. Еще об одной заслуге шотландцев перед Россией хочется сказать особо. Это кадры знаменитого послевоенного турне московского «Динамо» в Британии. Тогда «Динамовцам» не удалось выиграть лишь одну встречу. Это был матч в Глазго с клубом «Рейнджерс». Он закончился в ничью 2-2. Сегодня много стран оспаривают право быть родиной футбола. Хотя мало кто знает, что игра с таким названием впервые упомянута в начале 15 века в грамоте короля Шотландии. И именно шотландцы были одними из первых, кто показал россиянам «Как играть в футбол». В 1901 году команда рабочих самсоневской мануфактуры «Невка», состоявшая из наемных рабочих шотландцев, стала первым чемпионом Санкт-Петербурга. Игра русским очень понравилась. Первые клубные команды создавались обычно при крупных предприятиях. в 1912 году чемпионом московской лиги стала команда из Орехова-Зуева «Морозовцы». В ее составе играл известный дипломат шотландец Брюс Локкарт. Он на снимке справа в белой футболке. А вот так выглядела медаль чемпиона Москвы. Однажды Белинский заметил «Бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другой народностью». Это протестантская церковь в Санкт-Петербурге, которая до сих пор неизвестна большинству жителей города. Ее построили выходцы из Британии, среди которых было и немало шотландцев. На первый взгляд мы совсем не похожи друг на друга. Но, как показывает исторический опыт, это никогда не препятствовало взаимному уважению и всегда служило к нашему общему благу.